Здравствуйте, друзья! С вами снова я, OneSecond, и добро пожаловать на новое видео по F1 2021. Я надеюсь, у меня еще не забыли, у меня сейчас ОГ, все дела. В общем, последний видос был неделю назад, да и в принципе гонок никаких у меня не было. В общем, это, наверное, предпоследнее видео по F1 2021 на этом канале, потому что все, у меня осталось только одну гонку, наверное, проехать, если я вообще ее поеду. НРС в субботу, не факт, что я, кстати, поеду. В общем, неважно. Это у нас 11 этап, это у нас спа, это у нас старт с конца. И чемпионство я уже взял, кубок концу, в принципе, он кому-то нужен в этой лиге, разве? В общем, личный счет есть, поэтому поехали фаниться с конца. Гасни, с уйдет своих мест, я сразу занимаю внутреннюю траекторию в первый поворот, и это, кстати, выглядит, как будто я против ботов каких-то играю, и вот передо мной происходит вот-вот-вот это. В общем, получилось так, что я обогнал Пантелео как-то за трассы, и поэтому я решил, что первый круг лучше я верну Пантелео, не хочу потом штрафы снимать, а если будут СК, там штраф не снимется, вот все. Поэтому 5 секунд мне пришло где-то секунду подожать, чтобы вернуть Пантелео, и из-за этого меня еще атакуют и Серебряков. Я с этим, конечно, не согласен. Мы с ним подъезжаем к боково, к Лекому, но он просто решил меня повернуть. Потом он решил меня выпихнуть за трассу, сломав мне в крыло, а потом решил просто меня закрыть нафиг, чтобы я сдох вместе с ним. Ну и вот он поплатился. Он умер, надеюсь, как и он сам после этой гонки. Надеюсь, он выкинет свой руль в окно и никогда не вернется в гонки. В общем, полонка крыла. Так я проехал до пятого круга. Слава богу, выехал сейфти-кар. Это было просто спасение. Мы с меда переобуваемся на софт, потом с софта обратно на новый медиум и едем до конца. Тут-то я только и понял, что у меня было сломано крыло. Я, кстати, не знал, что оно было сломано, поэтому просто ехал, получал два предупреждения. Я два предупреждения получил из-за того, что я ехал без крыла. В общем, было страшно. Ладно, что ж, мы имеем пятнадцатую позицию, мы имеем рестарт конца седьмого круга. В общем, поехали. Осталось бы... Проходим сразу на рестарте мы Нойля. Передо мной будет Блохина. Блохин только сейчас возвращается за руль, и у него хард. То есть, ну, гонка для него практически закончена. Нойля я прохожу. Вот Блохин возвращается. Было очень, кстати, опасно. Он тпшился из-за того, что вернулся за руль своей машины. Ну, и тут я решил, что, ну, точно позади хардовика нельзя оставаться, поэтому выжимаем батарейку, слепстрим. У него слепстрима нету. И спокойно проходим Федота. В общем, ну, тут не было никаких-то... Не было каких-то проблем с этим. Просто вышел батарейку, прошел. За счет комплекта позже затормозил и забрал свою поису. Я уже тринадцатый. Дальше Шураков. Шураков на этом же круге на обратной прямой тоже отлетает. На пути к автобусной остановке. Просто спокойно вышел батарейку. Я его прошел. И тут до Севендрайта, я вижу, мне остается три секунды. Тут было важно вернуться в ДРС. Я был бы не я, если бы я этого не смог сделать. Все-таки я это смог сделать. И вот Кварк передо мной, это Сорокин, который ездит с повреждением заднего крыла. Я в ДРС вернулся. И это спасение моей гонки. Прогоним Сорокин. Он, кстати, не питился. У него уже три секунды. Ну, понятно, у него там был дамаг заднего крыла. Я его прошел во втором секторе. Вышел уже на девятую позицию. Вот так вот мы возвращаемся обратно в очки. Уже в борьбу. Мы уже видим, что Зеленкевич седьмой. И это уже, в принципе, нормас. Учитывая то, что я сортовал с конца. Учитывая повреждения. Учитывая Серебрякова. В общем, да. Прошел я Сорокина. Да. И теперь передо мной Горидан. Горидана тоже надо будет сейчас пройти. Но он сам сам усоронился. И с халявной позиции для меня. Но! Но! Из-за этого я теряю ДРС. Верно? Верно. 1.3 Зеленкевич впереди. И тут мне надо было... Просто идеально проехать с автобус на сноху. И максимально выжать свою батарейку. Чтобы вернуться в ДРС. 3 десятки надо как-никак отыграть. Хорошо, что он уперся в небольшую группу. Там с Семеновым. Как раз таки Девиза там тоже. И еще кто-то. В общем, благодаря этому я отыграл 3 десятки. И вернулся в эту гребенную зону ДРС. И это спасает просто мою гонку. Да. Вот тут вот Дзенкевич борется с Семеновым. И я возвращаю ДРС. Все. Чтобы вы поняли. В СПА, если ты выпадаешь из ДРС, то это все. Ты теряешь примерно полсекунды с каждой длинной прямой. Да и из Трипстрима так же. Дальше. Передо мной Аристархов и Семенов. Аристархов не питился. Семенов питился. То есть Семенову надо проходить. Я решаю пока что тут не жать сильно батарейку. Но когда увидел, что все проходят Аристархова, я решаю сделать то же самое. Но Семенову пока что решаю не проходить. Я даю ему шанс вернуться сейчас в ДРС. И решаю поэкономить за ним целый круг батарейку. То есть ничего не выжимав. Что мне успешно в принципе получилось. И вы видите 50% заряда батарейки на 13 круге. Он выпал из ДРС. То есть тут я понял, что ну братан, да, я тебя пройду. Ну и в принципе прошел спокойно из ДРС. У него ДРС не было. 1.6 передо мной Зеленкевич. 1.7. Но передо мной же есть девиза. Перед ним есть девиза. Девиза просто тащит какой раз, останавливая кого-то передо мной. И вот я вернулся в ДРС с Зеленкевича. У него нету батарейки. Я спокойно как бы тут прохожу. Но, к сожалению, не рассчитал немного то, что у меня скорость примерно на 150 км в час выше, чем надо. И прилетел поворот. Из-за этого пришлось отложить пока что пытку атаки на Зеленкевича. Тут, конечно, я пытался что-то сделать по нижней траектории, но это было нереально в принципе. Ладно, не получилось, не фартануло. Едем дальше. Перед девизой едет, не помню кто, кто-то из Альфа Таури. Не, я не вижу просто в Санни-Вегасе. В общем, Денкевича покажет, я прошу, покажет, я просто ехал. У девиза как бы 3 секунды, но они как бы должны сниматься. Вроде как, не снялись после Судяйского или нет. В общем, тут не надо было просто дождаться прямой, когда Зеленкевич будет без батарейки, потому что он на прошлый прямой мигал, а когда у тебя мигает задняя лампочка, значит у тебя меньше 10% заряда батарейки. Ну и тут, в принципе, выжимая на эту прямую батарейку, он делает то же самое, но она у него быстро закачивается. И это спокойный обгон для меня должен быть. Я сам уже в таблстак, да? Поджал, и появилась траектория, просто какое же у меня преимущество в скорости на прямой. Он тут пытался еще меня перетромозить как-то, но без вариантов. Он, кстати, стал еще почему-то прозрачным. Крутая игра, кстати. Всем советую, 3,5 тысячи рублей. Или сколько, я не помню. В общем, игра прекрасная. Я вот прошел Зеленкевича, будучи призраком. Ну, как бы я его и так прошел, но так я прошел его, типа, с меньшей потерей времени. В общем, не важно. На это же прямой прошу девиз меня пропустить, что он прекрасно делает. Я выжимаю батарейку, у меня батарейки практически нету. И прохожу девиза спокойно. В принципе, передо мной теперь Сквайр. Сквайр на софтах, который стартовал на медах, запихался по доске на софты. И доехать до конца у него, ну, точно не получится с седьмого круга. Вы видите, что как же я много потерял от скрапта. Я секунду потерял от скрапта, тупо за полкруга, сидя позади Сквайра. То есть, софты у него уже сдохли. Надо было его проходить раньше. Ладно, подкопил за ним краски батарейку. И напрямую спокойно его прошел. Этим также пользуется еще и девиза. Мы вместе с девиза проходим Сквайра. А Зеленкевич остается позади Сквайра. Все, прекрасно. Мы с девиза летим просто. Пытаюсь его, наверное, увести куда-то к скрапту и каламину. До каламина вы видите 5 секунд отрыва. Но, но, начинается дождь. Вы видите, 21 круг. Мы уже кое-круг едем в дождь на сликах. И уже до каламина 2 секунды. Отрывал я примерно по секунде полторы с круга. То есть, скрапт уже передо мной. Последний круг. И тут запрещают дресс. К сожалению, тут уже условия для промежутков. И если бы я бы запятился на 21 круге, я имел бы огромный шанс на победу. Потому что, по итогу, пит занимает меньше, чем мы потеряли на этом круге из-за сликов. В общем, до каламина там уже видно, как 2-2, 2-1. Видите, как же я отыгрываю. Я просто летел на сликах под дождем. И тут я решил выжимать батарейку. Но, что-то, решил потом отжать батарейку. И решил не атаковать пока что скрапта. Но шансы на победу тут уже начинают улетать. Потому что, вы видите, каждый скрапт медленно едет. Я теряю десятка за десяткой позади него. И решаю, что надо проходить его незамедлительно. Решаю проходить его на выходе из этого поворота. На торможении к этой шпильке. И, к сожалению, немного не рассчитываю на тормозах. Блокирую их. И разворачиваюсь. Этим пользуются девизы Зеленкевич. Зеленкевич, со мной бок о бок. Я, кстати, потерял пока что только одну позицию. Но, к сожалению, и внутренняя траектория у Зеленкевича в следующий поворот. Вновь на имя. И тут уже не было никаких шансов. В общем, потерял я одну позицию. И шансы на победу тоже я потерял. Да и на второе место тоже. В общем, теперь надо как-то разбираться с Зеленкевичем. Последний круг. Мы едем как корова на льду просто. Если бы были бы мы на промежутках, как бы мы отыгрывали много. Это жесть. В общем, ладно. Упустил я свой шанс. Но смотрим, мы смогу ли я пройти Зеленкевича, в принципе. То, что у него мигает лампочка сзади, это нормально. Это не значит, что у него меньше 10% патреки. Это значит, что просто мы едем под дождем. Подождевые условия всегда мигает лампочка. Зеленкевича заносит на выходе напрямую на пути к автобусной остановке. Как вы видите, 3 десятки позади. Я не вон. Но, но у меня слепстрим. Я к нему приближаюсь очень-очень быстро. Слепстрим очень много дает на этой трассе. Практически газ в пол прохожу. Не помню, как называется этот поворот. Но, но тут он завершает роковую ошибку. Он пролетает. Торможение к автобусной остановке. И тут я пытаюсь его перекрестить. Но, к сожалению, немного он меня выпихнул, конечно. Но это было нормально. А тут я уже решил просто об него разгоняться. Ну и, в принципе, да. Тридцать пять тысячных мне до него не хватило. Не хватило мне до подиума. Но, в общем, то, что в этой гонке у меня предошел серебряков момент. Поломка крыла. Я вообще рестартился с какой-то там с пятнадцатой позиции. И бороться за победу под конец. В принципе, я хочу сказать, что у меня был прекрасный темп на этом этапе. Но побеждает у нас Герман. Поздравляю, в принципе, да. Дальше у нас Храпт. И дальше у нас Краски Зеленкевич. В общем, вот таким получился у нас одиннадцатый этап НРС. Это было интересно, в принципе. Также еще хочу сказать, что, скорее всего, я, наверное, проедусь в Францию. Не знаю. Просто у меня сейчас даже руль на какпите не стоит. То есть мне его надо будет ставить. В общем, посмотрим. Надеюсь, в субботу я смогу проехать или не смогу. В общем, неважно. На этом подошел к концу видос по одиннадцатому этапу. Всем привет, просмотр. С вами был OneSecond. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok